Дрожный день. Ну, что вы хотите? После того, как сработал Гарвардский протокол секретных США по развалу России и СССР, начались 90-е годы, к власти пришел Ельцин, ну и начался страшный бардак, потому что действовать стал Хьюстонский протокол секретный США по развалу самой России. И такой бардак, который тогда был, трудно себе даже представить. Значит, не хочется это вспоминать, но можно вспомнить, что Чубайс вытворял, какие его законы вступали по непонятным причинам, и поведение Ельцина, и все остальное. Значит, ну, как говорится, действительно было страшно вспоминать, и все эти факты есть, что творилось с промышленностью, с деньгами, с продажами, кто подтягивался здесь из преступного мира. Все есть. Но противно это. Противно. Самое главное, что русский дух-то никуда не исчез. Вот так. И дальше вот что произошло. Значит, естественно, в 90-е годы и в Ленинграде, Бандитский Петербург, и в Москве, Бог знает, что творилось, и вообще в государстве. Но русский дух, к счастью, для нас остался, и как во все тяжелые минуты для нашей Родины, он сработал. Значит, был утеряно первое интервью Путина по приезду в Москву, значит, где он рассказывает о том, кто его пригласил, почему, что и как, и дальше. Значит, вот я выскажу вам кое-что, то, что я понимаю, осознаю. Значит, Путин, вы это можете посмотреть в предыдущей статье о потерянном интервью. Там и фотография Путина, и так далее. И все говорится конкретно им. Значит, когда Путина спросили здесь, кто его пригласил, что произошло там, почему он поехал в Москву, он сказал, что я получил приглашение от представителя, как говорится, этого Ельцина, от Павла Павловича Бородина, который был начальником, как говорится, распорядителем всех дел у Ельцина. Вот тут уж ничего не скажешь. Я получил приглашение, и поскольку в Ленинграде у меня сложилось так, что я уже, как говорится, выработался, менялись люди, и я поехал, поехал. И дальше вы знаете все, что случилось. Вот это конкретно говорит Путин. Вот такие дела. Я спрашивал в свое время Павловича Бородина, у которого работал помощником в это время. Значит, что произошло? Он сказал, почему вы пригласили Путина? Он сказал, значит, у меня болела дочка, она была в Ленинграде, и я попросил Путина, значит, помочь ей. Он помог. Поэтому я присмотрелся к нему, посмотрелся к методам его работы, к его связам, к отношению к людям, и понял, что это человек, который поможет нам в это тяжелое время, как говорится, бардака, который был в России, и остаться живыми, и наладить отношения между людьми, и, как говорится, очень видно было по нему, по его подходу к делам, что это деловой, настоящий человек с русской душой, и я ему поверил, потому и пригласил. А я был тогда управделами у Ельцина. Вот так и произошло. Не наступил ни 37-й год, с одной стороны, не было никаких убийств, в основном, все нормализовалось, и в Москве, ну, а Питер, Бандинский Петербург был тогда. Ничего не скажешь. Вот такие дела. Вы все это можете посмотреть, потому что ничего тайного не бывает вечно, потому нашелся, нашлось и первое интервью Путина по приезду в Москву. Интересно все это посмотреть, прочитать, послушать. Предлагаю вам посмотреть предыдущую статью. До свидания, здоровья, жизни, удачи, и помните, что Родина для нас самое главное. Родина, Россия. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин